Крещенская вода Поэтому мы рекомендуем ее использовать для купания А для питьевых целей лучше использовать водичку, которая будет раздаваться в храмах города А вот представители церкви считают, что священная вода одинакова везде И ее божественная энергетика не способна навредить человеческому организму Пить, конечно, то есть воду, естественно, ее в молитве там и есть Что вкушающих воду с ее окропящихся водой с ей То есть именно она для этого и берется Ну, можно с водохранилища, можно с храмом взять То есть без разницы, она будет освящена одним и тем же чином Напомним, праздник Крещения православные отмечают ежегодно 19 января По традиции все желающие могут не только набрать воду, но и окунуться в прорубь Священнослужители рекомендуют делать это в светлое время судок и в трезвом состоянии Чтобы не оморочить священный праздник возможным несчастным случаем Отметим, накануне праздника 18 января пройдет божественная литургия Затем традиционное освящение воды А в час дня в Центральном округе от Мемориала Славы до Братского залива пройдет крестный ход В Подунском округе он тоже состоится Маршрут от Подунского моста до Яхт-клуба Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин